Вашингтон пост. США предупредили Украину, что в войне настал поворотный момент. Я думаю, с этим связано и требования отъезда всех граждан. Кстати, ролик на ТикТоке набрал больше миллиона просмотров. Вот так. Спасибо. Спасибо. Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти Украины, что настал решающий момент, чтобы изменить траекторию войны. Решающий момент, чтобы изменить траекторию этой войны. Сотрудники Белого дома считают, что весной Россия начнет наступление, Украина начнет контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории. Следующие месяцы будут критическими. Вот что сообщили американцы украинским властям. В связи с этим, конечно, идет беспрецедентная военная помощь. То есть прямо сейчас готовятся экипажи танков Леопард в Польше и президент Анджей Дуда уже посетил непосредственно их, пожал руки. В Британии, это вы видели сами, я показывал видео, готовятся экипажи танков Челленджер и эти танки и Леопарды и Челленджеры поступят в марте. В марте в Украину. Кроме этого, весь тот гигантский объем помощи, который согласовали в Рамштайне, тоже выдвинется в Украину. Будет принят новый пакет американской военной помощи, примерно на 10 миллиардов. И самое важное, и самое как бы тонкое, что, видимо, будет прорвана тема самолетов. Тема самолетов. Я просто хочу показать, вот пост, например, да, это встреча Столтенберга и Резникова, министра обороны Украины. Поблагодарил за последнюю поддержку Украины. НАТО объявило Россию самой значительной и прямой угрозой. То есть НАТО объявило Россию значительной и прямой угрозой. Пока наши солдаты защищают мир в Европе, Украина де-факто вступила в НАТО. Я делаю все возможное, чтобы это произошло де юре. На, вот сейчас будет этот, как называется, саммит, да, военный, вот, в Рамштайне. И там, я так подозреваю, будет решение передачи МиГ-29 словацких ВВС, которых около 30 штук в Украине. Плюс стоит вопрос об F-16. Началась подготовка пилотов. Британия объявила официально начало подготовки пилотов. То есть то, что мы понимаем, это совершенно иной уровень эскалации войны. Сейчас ежедневные жертвы российской армии более чем в два с половиной раза выше, чем жертвы российской армии, которые были осенью, летом, весной 22 года. То есть ежедневно погибает около тысячи россиян. Я вчера говорил, например, об уничтожении элитной бригады, морской пехоты. Но не только. Гибнут просто огромное количество. Почему они гибнут? Потому что началось наступление. Российские войска пошли по всему фронту. У наступающих, естественно, погибает значительно больше, чем у обороняющихся. Сама война приобрела другой характер. Гораздо-гораздо более жесткий. Я вам сейчас покажу, что такое война сейчас. Так, если я тут это скачал. Ну, видимо, вот. Простите. Выстрел! Простите. вы это это реально первая мировая война это верденские бои ближнего действия когда просто стреляют один в одного из одних и тех же окопов и так далее к россияне идут понятно что погибает огромное количество просто не невероятно сейчас средние потери вышли там на уровень 800 тысяч человек в день и 140 тысяч безвозвратных потерь зафиксировано украинской армии 140 тысяч россиян и начинается вот этот решающий момент когда либо контрнаступление либо наступление и обе стороны торопятся российские корабли впервые вышли в море за 40 лет с ядерным оружием на борту это зафиксировали российская армия вынуждена снимать свои основные группировки с других частей россии норвежская норвежская разведка дает данные что допустим группировка на севере российская уменьшилась в пять раз уменьшилась в пять раз то есть мы понимаем что идет просто такое огромное напряжение сил концентрации сил которая может привести действительно это правда к очень широкомасштабному наступлению вот и при этом и украина идет огромной концентрации сил которая может привести к не менее масштабному контрнаступлению в украине и в россии продолжаются мобилизационные мероприятия и украине мобилизируют людей хотя создается и так называемая гвардия наступление гвардия наступу и это конечно очень красиво и уже больше тридцати пяти тысяч человек туда записалась так на минуточку вот вот видите вот гвардия наступу бригады добровольцев для выгнания оккупантов семьи с земли украины так вот уже больше тридцати пяти тысяч добровольцев туда записалась но происходит и мобилизация в обычную регулярную армию то же самое и иногда такими действительно жесткими методами тут ничего не сделаешь то же самое в россии продолжается действие указа путина а вот этой мобилизации и точно также продолжаются мероприятия по призыву сверяются там списке выискиваются ну и тесно не про детей соловьева речь и газманова да но мероприятия идут на постоянке объясняют действия указа что якобы чтобы не потеряли там какие-то социальные выплаты но понятно что не про выплаты тут речь и вообще выплаты абсолютно не интересны ни путину не никому другому дальше по данным западной разведки россия стягивает авиацию границам украины россия перевозирует военные самолеты вертолеты ближе границам украины что свидетельствует о переходе войны в новую фазу сообщает financial times со ссылкой на двух западных чиновников имеющих доступ к разведданным стран нато то есть это информация которая достаточно верифицирована по словам собеседников сухопутные силы рэп истощены поэтому кремль в рамках нового наступления может сделать ставку на сохранившуюся авиацию россия готовится начать воздушную кампанию задействовав около 80 процентов своей военной авиации попытается вывести из строя пву украины потому что все видят что западная пву понемногу приходит в украину и там размещаются и иристы и анасамсы и патриоты и халки и многое другое вот и это естественным образом до создает купол и россии сейчас надо будет от купор купол прорывать только вчера сбили тот самый су-24 фронтовой бомбардировщик на котором пригожин летал и ну естественно летал в безопасных местах вот и как бы вызывал на дуэль зеленского сбили к чертовой матери этот эту сушку до вызывался на дуэль вот сбили су-25 сбивают вертолеты до этого несколько вертолетов приземлили вот то есть то что мы видим да это действительно нагнетание ситуации и путину к первой годовщине его кровавой авантюры нужна какая-то нужна какая-то победа серьезная победа настоящая победа бахмут город крепость бахмут фортеция бахмут конечно пока россиянам не по зубам там в этом бахмуте ничего не осталось это правда как и как и в углидаре ну например вот вот так выглядит сейчас углидар посмотреть просто черное пятно на карте я не могу на все платформы вывести не изображение просто черное пятно на карте углидар да и тем не менее его взять не могут черное пятно вот там выжженная земля вот полностью ни одного не разрушенного дома ни одного не поврежденного участка стек чертовой матери до покрыта воронками и изрыта этими снарядами и бомбами все равно взять не могут все равно не могут взять а победа нужна и для победы нужно критическая масса какая-то вот ее сейчас пытаются создать